всем привет дорогие друзья меня зовут карина я благодарю вас за то что вы открыли это видео сегодняшнем видео мы будем с вами вместе смотреть на такие бренды как catrice и tom ford мы будем сравнивать две палетки это был запрос и на самом деле я сама когда прочитал этот запрос мне стало интересно а чем они могут быть похожи конечно это абсолютно две разные ценовые категории это два больших просто омута между этими палетками потому что качество теней tom ford а конкретно это будет сегодня палетка какао мираж которая уже не выпускается ног к ней на замену пришла новая палетка и 3 оттенка из нее они как бы почти повторяются и это будет новая палетка который показывал вам в прошлом видео вот это вот от catrice матовая палетка который называется тоже какао и поэтому здесь есть действительно похожие цвета мы будем с вами сравнивать конечно же делать макияж как вы видите я без макияжа глаз поэтому если вам интересно посмотреть на вот эти вот тени в чем их отличие действительно ли они похожи на глазах в макияже я предлагаю вам вместе со мной протестировать их друзья сейчас маленький такой дисклеймер угадайте вот прям остановите сейчас видео угадайте на каком у меня палетка catrice на каком tom ford вот как вы думаете напишите об этом в комментариях и потом когда я начну краситься вы уже сможете угадать на каком же палетка какая как вы думаете как вы думаете где тени за 80 евро а где тени за 50 напишите вот прям сейчас вот это моя правая сторона вот это моя левая сторона правая левая с какой стороны как вы думаете у меня тени и мне будет очень интересно наверное вам самим будет очень интересно посмотреть угадали вы или нет так давайте быстренько расскажу что у меня уже на лице сегодня у меня супер плотный тон и для него я нанесла сначала вот этот вот увлажняющий тонер это тонер от холики холика с керамидами это тонер который такая мульса вы знаете все эти корейские тонеры супер супер увлажняющий нанесла его потому что было просто необходимо и сверху я еще нанесла увлажняющий праймер по которому лучше скользит тональный крем хоть я и наносила сегодня бьюти блендером называется это катрис праймин файн aqua fresh hydra праймер фреш это вот у него сейчас упаковка обновилась но тем не менее увлажняющий праймер у них остался в коллекции вообще в линейке поэтому мне этот праймер очень нравится наверно пользуюсь им уже больше года хотя у него шесть месяцев срок годности но он не поменял свой свой но наверное лучше такие средства не наносить после срока годности да у меня хайлайтер soft and gentle от мак у меня румяна шанель бронзер gucci и у меня на бровях друзья опять таки из предыдущего видео два вот этих средств сегодня я уже второй день пользуюсь этим карандашом я вам рассказывала то что это мой самый любимый карандаш вообще который я пробовала в том числе пользовалась им еще много-много лет в россии и сегодня новый оттенок вышел мне сегодня она днях 015 эши драма и посмотрите какой это красивый цвет сегодня я буквально вот этим маркером который уже показывала несколько волосков дорисовала а все остальное заполнила вот этим вот карандашом от catrice посмотрите предыдущем видео чем-то хорош этот карандаш в очередь посмотрите но сегодня я предлагаю вам оценить мои естественные брови посмотрите какой красивый цвет я думаю что вы даже честно камере смотрю прям вообще такой fresh скажите мне очень понравилось и вот это дает вообще такой вот этот карандаш дает такой эффект и просто сегодня еще вот такой очень удачный оттенок у них вышел супер а на губах у меня тоже catrice volumizing lead booster это их стандартная линейка оттенок 030 pink up the volume наношу праймер это мой праймер единственный данный момент и даже мне ничего не нужно смешбокс 24 часа хороший праймер который держит тени и наношу на два глазика 5 сегодня у меня с правой стороны от вас это лево получается да мы с моей правой стороны вот она моя правая здесь буду catrice сделать а вот здесь tom ford буду использовать похожие кисти но как бы разные чтобы не смешивать текстуры и так на левую сторону наношу tom ford вот этот их молочный цвет матовый сегодня у нас матовый макияж наношу на все подвижное веко но я буду стараться наносить тонким слоем просто такой можно сказать ну базовый цвет будет на правый свой глаз наношу catrice и буду брать оттенок бейс потому что он как мне кажется больше всего подходит ой он сыпучий по сравнению с том ford вот первое отличие и он чуть-чуть белее далее беру tom ford и беру их вот этот вот вот этот коричневый цвет для орбитальной линии беру пушистую кисточку набираю и буду затемнять углублять орбитальную линию давайте на вот этом остановимся для катрис я беру кисть которая уже делала макияж с катрис то есть она в этом оттенке и беру здесь оттенок вот этот по моему да да вот этот вот предпоследний цвет он больше всего подходит насколько я помню да он такой более нейтральный есть еще более теплый в этой палетке но нужен именно такой нейтральный и по такой же схеме наношу на правый глаз действительно цвета немножко отличаются посмотрите вот здесь более холодный цвет чем вот здесь но не намного я даже здесь мне кажется пигментирование чем вот здесь вот потому что я здесь наслаивала tom ford от слова вообще не сыпется то есть в палетке даже а катриса он все равно более более сухие тени они прям сыпятся что катрис что там форматом ford понятно очень хорошо растушевана и катрис между прочим посмотрите как мягкая лег у него прям мягкая граница получилось никаких четких границ естественно растушевочной кистью он мне прям очень нравится я говорила что катрис прям у меня как-то впечатлили и теперь мы потом нижнее веко форме сейчас я хочу взять самый темный цвет то есть у tom ford это вот этот вот вот этому сегодня использую потому что здесь нет такого сатину вот этот мы используем от tom ford а у катрис это друзья будет вот этот цвет у tom ford на самом деле сравнивала на сводчих у tom ford цвет что-то между вот этим и вот этим а у катрис ну так как вообще палетка стоит 5 евро окей я сначала начну вот с этого потом посмотрим если что можно будет добавить это потому что это вся палетка стоит в миллион раз меньше чем вот это вот поэтому здесь действительно вот этот цвет он уникальный и мне кажется что у катрис можно использовать будет или вот этот или смешать более темный еще с ним вместе давайте попробуем все о том ford давайте возьму вот такую кисть она плоская но она такая пушистая и самый темный матовый цвет вот tom ford пигментация наношу сначала во внешний угол вот сюда вот запомнили какое какая у нас пигментация и немножко поднимаю теперь я поднимаю тушевку прям этой же кистью потому что она такая немножко пушистая красота скажите и я ничего не стряхивала поэтому пока не не осыпается самый темный цвет но я знаю эти тени уже много-много раз ими воспользовалась я совершенно вот буквально одно касание и у меня уже вся кисть в тенях ну в жизни уже достаточно ярко на камере всегда чуть-чуть свет съедает ну вот как то так я пока что если что до слою потом посмотрим на катрис чуть-чуть я как бы вытягиваю все равно форму так теперь беру катрис подобную кисть беру это у меня от мак только а нет у меня есть помягче такая же сейчас вот беру беру подобную кисть это у меня джи сап и уже у катрис беру вот этот вот третий справа цвет перед растушевочным которым я брала набираю его это кистью он конечно более пыльный вот видно я думаю даже будет и по такой же схеме ну тут с одного раза помните тут поставила tom ford кисточку у меня уже была такая ну как бы линия темно сейчас я поставила конечно не такая пигментация но ничего мы как бы узнаем что тени катрис не такие конечно пигментированы пигментации может быть кстати кому-то даже больше понравится тени катрис по цвету посмотрите вот как вам какая вам больше нравится гамма но это они чуть-чуть отличаются это видно но надеюсь на камеру это видно я все еще наслаиваю этот цвет слушайте мне это и это нравится ой красота такая так давайте вот сюда и даже не знаю надо ли добавлять вообще более темный цвет давайте вот прям каплю оттенки действительно чуть-чуть видите они потом у них немножко разные но хочу но скажу ли я что это стоит 5 евро скажу ли я что с этими сложно работать вообще нет они растушевываются идеально посмотрите на эту тушевку растушевываются в дымку вот эти вот катрис и я не использовала дополнительно какие-то транзитные цвета чтобы рассушевать допустим что я хочу вам сказать пока что я сейчас буду оформлять нижние века у меня когда я tom ford использовала я вообще не не отряхала кисть то есть у меня ничего шинки не осыпалась тени не осыпаются здесь с этой стороны тени осыпаются но я предварительно кисть стряхивала потому что я знаю об этом нюансе и у меня под глазами точно также ничего нет я не думаю что очень сложно сделать вот таких вот пару движений и дальше тушевать например то есть в принципе я это минусом не считаю ну что я тогда предлагаю оформить нижнее веко давайте начнем с tom ford беру кисть которая наносила самый темный оттенок и я пожалуй смешаю нет не буду так делать возьму самый темный оттенок если так сделаю просто смешают и ничего не понятно будет и нанесу на одну третью нижнего века и соединю с рисунком вот самый темный но я легкой рукой наношу даже не давлю теперь возьму катрис и катрис я возьму все таки наверное вот этот вот оттенок ну то есть который вот этот который брала изначально темный он много не принес разницы поэтому я беру его только и по такой же схеме то есть все таки вот этот вот третий слева он больше похож на tom ford чем самый темный у катрис но вы можете их даже смешивать вас будет ну что-то среднее то есть как вам больше нравится хотите вы больше красненки или хотите вы больше коричневинки как бы здесь не даже неправильно сказал хотите вы больше нет все таки я думаю вот этот цвет который третий слева он больше похож на tom ford чем самый темный этой же кистью но я наберу уже светлый оттенок которым мы затемняли орбитальную линию и нанесу на середину и на внутренней то есть я рисунок продолжим и то же самое сделаю с катрис возьму светло-коричневый который у меня в орбитальной линии может быть я где-то тушевку больше увела или может быть какие-то такие нюансы но моя задача была показать вам цветовые нюансы то есть насколько они похожи насколько они хорошо растушевываются вот это важно было окей теперь можно так сказать финальный вердикт это все что я хотела использовать естественно самые крутые конечно же в том ford оттенки это матовые я не очень люблю вот этот сатиновый цвет и ну он такую красненку дает много кто его любит но сегодня речь конечно шла именно о вот этих трех матовых и я хочу поблагодарить свою зрительницу за то что она дала нам такую мне дала идею а я уже вам это передала сравнить вот с этой новой палеткой на самом деле матовых цветов похожих на том ford большое множество можно найти аналоги но действительно когда я вот видимо смотрела на эту как-то я делала даже я делай с альверды и еще с какой-то палеткой уже забыла я делала обзор с том ford то есть есть некоторые похожие цвета есть но я действительно как-то когда смотрела на эту палетку и когда я красилась даже мне не пришло в голову что может быть вот эти действительно оттенка оттенки похожи то есть вот этот бейс он более белый не не белый он более светлый чем в том ford но здесь в катрис и вы может быть найдете различие когда вы будете на них смотреть но когда на глазах посмотрите различие практически нету это во первых второе цвет в орбитальную линию ну здесь вообще в принципе что матовые по цветам уникальны здесь очень сильно похожи мне кажется здесь чуть более нейтральный потон какой-то даже такой тип холодный я бы сказала ну более но не более холодный потон но он не холодный но если вот грубо сравнивать а в том ford он только более теплый наверное на глазах на моих именно ну и то что касается самого темного я обожаю темные оттенки здесь конечно он уникальный как и все остальные но здесь все таки я считаю вот этот коричневый вот это конечно вы увидите сводчик больше всего похож на него этот уже слишком темный если сравнивать с том ford но при желании если вы хотите более насыщенный сегодня макияж да вы можете или этот использовать или смешивать их вот вам пожалуйста это действительно я считаю хороший бюджетный аналог до катрис больше осыпаются у них немножечко другой потон это видно но друзья 5 евро и 80 евро давайте будем откровенными что это действительно потрясающая альтернатива таким дорогим теням плюс этой больше палетки нет сейчас есть новая которую я тоже конечно очень хочу попробовать но я уверена что там качество наверное примерно такое же я даже рада что появился там черный цвет потому что я черным я пользуюсь я например затемняю ресничный краю и так далее и помимо того что вы получаете грубо говоря примерные цвета том ford какао мираж вы еще получаете хайлайтер вы еще получаете другие оттенки то есть вы можете их все между собой смешивать конечно с этой палеткой не разгуляешься несмотря на то что здесь вроде бы много оттенков с ней не разгуляешься здесь здесь не сделаешь много разных макияжей но здесь-то тем более здесь вообще 4 оттенка а пользуюсь я тремя по факту поэтому это потрясающе базовая палетка она действительно больше осыпается еще раз повторюсь но друзья увидели пигментацию видели с какого раза наносятся эти тени то есть когда наносила в орбитальную линию цвет нейтральный он с первого же раза как бы лег хорошо при том что я стряхивала кисть здесь я даже наслаивала этот цвет вы видели все сами мне больше наверно нечего вам сказать решайте сами если вам важна упаковка чуть более хорошего качества тени чуть более другого оттенка хотя они практически не отличаются вы можете это видеть тогда конечно выбирайте tom ford если вам не жалко 80 евро ну на скидках там за 60 с чем-то можете купить либо же если вы хотите такой же классный макияж действительно тени катрис я без всякого транзитного цвета увела можно так сказать в дымку эти тени и понимаете что мне потребовалось буквально вот на сам весь макияж у меня ну не больше пяти минут даже пяти три три минуты этот макияж делается если не меньше я удивлена в хорошем смысле я рада то что есть такой аналог потому что наконец-то люди смогут не тратить столько денег и те которые действительно хотели палетку себе tom ford теперь у вас есть возможность купить матовую новую палетку из обновленного ассортимента катрис который называется какао с удовольствием пользуйтесь потрясающее качество для катрис я бы даже сказала что качество здесь выше чем его цена я бы даже за эту палетку могла отдать больше денег это весь мой вердикт вы сами увидели еще раз благодарю свою зрительницу я благодарю тебя за то что ты подала такую идею потому что действительно теперь мы все в этом убедились и я благодарю вас за просмотр данного видео обязательно оставляйте свои комментарии скоро будет у нас подведение итогов конкурса денежного не забывайте участвовать под видео не в этом а в другом и друзья после этого конкурса будет следующий конкурс поэтому подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на влоговый канал если вам нравятся мои видео но мы увидимся уже с вами в новых видео совсем скоро и всем пока пока а